Здравствуйте! Шум в ушах может появиться у каждого и застать врасплох в любое время и в любом месте. Во время разговора по телефону, на работе или даже если вы просто сидите в тишине. Вы можете слышать шум, который никто не слышит, кроме вас. И шум этот не имеет определенного источника. Этот звон в ушах, шум в ушах, имеет название тиннитус. И это одно из самых частых нарушений, которое регулярно затрагивает до 15% мирового населения. Тиннитус может появиться в любом возрасте. Существуют две теории происхождения тиннитуса, то есть шума, звона в ушах. Из-за постоянного высокого уровня шума в жизни горожанина, во внутреннем ухе постоянно гибнут клетки, превращающие звуки в нервные импульсы. Гибнут они не сразу, а какое-то время находятся как бы в предсмертном состоянии. Они еще могут посылать информацию в головной мозг, но уже не способны генерировать импульсы, специфические для каждого звука. В результате и получается этот шум. Согласно же другой теории, шум в ушах – это нечто вроде фантомных болей. Слуховая кора головного мозга помнит, что по слуховым путям должна передаваться информация, о внешних звуках, но соответствующие слуховые клетки уже отмерли, и мозгу приходится находить информацию, которая похожа на звуковые импульсы. Эта информация поступает по проводящим путям, проходящим через центр настроения, поэтому страдающие тиннитусом так тяжело переносят шум. Постепенно в результате неправильной адаптации этот путь становится для мозга главным, и человек как бы привыкает слышать шум. Возникновению тиннитуса могут способствовать отиты, атеросклероз, черепно-мозговые травмы, шейный остеохондроз, а также ослабление звука в результате старения. Тиннитус иногда могут вызывать и некоторые лекарственные препараты, но обычно это явление временное. Пытаясь помочь при такой проблеме, человека обычно учат Отвлекаться от шума, расслабляться, не слышать его. Постепенно и формируется положительная обратная связь. Мозг как бы отучается использовать неправильный путь проведения импульсов, и уровень шума действительно снижается. Хотя тиннитусы не приводят к потере слуха, он оказывает негативное влияние на наше внимание, поскольку воспринимаемые звуки могут сильно отвлекать и мешать концентрироваться на важных звуках. Именно поэтому использование слуховых аппаратов может помочь не только корректировать потерю слуха, но и стать эффективным методом терапии тиннитуса. Тиннитус может вызывать раздражение, отвлекать вас от семьи, друзей, повседневных задач. Большинство видов тиннитуса, к сожалению, не поддаются лечению. Однако существуют разные методы по управлению тиннитусом, которые могут помочь ощутить облегчение. Например, звуковая терапия направлена на то, чтобы помочь мозгу переклассифицировать звук тиннитуса на незначительный, наподобие какого-то фонового шума, который можно сознательно игнорировать. Можно поставить перед собой правильные цели и научиться управлять тиннитусом. Это требует, конечно, времени и терпения, но это поможет вернуть комфорт в повседневную жизнь. Редактор субтитров А.Семкин